Друзья, приветствую вас на нарративном раскладе. Тема сегодняшнего расклада – что неожиданно ворвется в вашу жизнь. Может быть, у вас выдалось лето такое очень насыщенное, яркое. Август вообще последний из вас там соки выпил, да, отнял последние силы. И вы, в общем-то, уже как-то особо уже не надеетесь ни на какие чудеса, ни на какое волшебство. А на самом деле что-то неожиданное, какие-то сюрпризы, они уже на пороге. И они уже вас поджидают. Вот давайте посмотрим, на что вы не надеетесь, а оно вот-вот хочет постучать в вашу дверь. Общее настроение расклада. Общее настроение расклада – это может быть что-то связанное с какой-то популярностью, славой. С тем, что вы вдруг окажетесь буквально в эпицентре событий. Что вы станете знамениты, да, что вдруг о вас все начнут говорить, о вас вспомнят. Вы станете незаменимы, необходимы, вас будут везде звать. В общем-то, в вашем участии будут все нуждаться. То есть, если вы сейчас отлеживаетесь в берлоге, да, метафорически так образно выражаясь, то приготовьтесь к тому, что в ближайшее время вам скучать не придется. Точно. Итак, давайте с вами вытащим несколько карт, которые нам еще как-то более четко дадут понять, в какой сфере чудес и волшебства будет больше всего. Может быть, вы уже вообще на эту тему и думать перестали. А вот, оказывается, все еще очень даже может быть. Итак, первое. Первое – это то, что ваша мудрость, ваши знания, тот богатый багаж, который вы копили, может быть, всю жизнь, он сейчас окажется очень востребованным. То есть, к вашему опыту у очень многих возникнет желание обратиться. Ну, прям буквально будут звонить. Вот, посмотрите-ка. Не дают мне даже помешать карты. В буквальном смысле очень скоро, может быть, вы окажетесь на какой-то костюмированной вечеринке, на каком-то маскараде, на каком-то, может быть, даже карнавале, фестивале, да, где вы произведете на присутствующих неизгладимое какое-то впечатление. Как говорят, да, если вы хотите, чтобы вас позвали на бал, прикупите заранее вечернее платье, да, немножко помогите вселенной, подтолкните в ход событий, будьте готовы заранее. Стихия вода – это все, что знаменует эмоции, чувства, наполненность, глубину, гибкость. То есть, вероятно, карты нам пытаются сообщить, что какие-то явные перемены войдут в вашу жизнь именно в какой-то личной эмоциональной сфере. Если у вас сейчас там по какой-то причине не все так, как вам хотелось бы, да, то вот очень может быть, что сейчас и там начнутся какие-то интересные подвижки, перемены, изменения, свершения. Что еще интересного ждет вас в ближайшее время? А вы и не надеетесь. Карта Древа – это карта мощной связи с вашим родом. Это укорененность, это фундамент, это чувство опоры, крепкого тыла. Может быть, если у вас по каким-то причинам сейчас либо были сомнения, переживания, что вот насколько вы прочно стоите на ногах, вот тем ли делом вы заняты, можно ли доверять вашему ближайшему окружению, то вот карта Древа говорит о том, что в этой сфере у вас тоже не будет никаких причин для беспокойства. Какие еще сюрпризы ждут вас в ближайшее время? Земной шар. Опять же, первая карта расклада, да, про популярность, знаменитость. Может быть, это даже будет что-то связанное с каким-то таким планетарным масштабом. Может быть, если вы в публичной сфере находитесь, ваше дело, или если вы занимаетесь, допустим, видеоблогингом, да, или публикуете какие-то видеоматериалы, занимаетесь распространением контента, может быть, у вас сейчас случится какой-то совершенно такой планетарного масштаба прорыв в этой сфере. Еще очень бы хотелось пожелать вам и всем нам, чтобы это вообще, в принципе, была картой такого нахождения мирового, что ли, соглашения. Было бы хорошо, если в ближайшее время это стало реальностью. Карта госпожи говорит вам о том, что вы займете свое подобающее вам, лидирующее какое-то положение, либо в том деле, в котором вы занимаетесь, либо, если речь идет о личной жизни, то к вашему мнению будут как-то более отчетливо прислушиваться, принимать вам внимание ваше желание, отдавать вам должное, почет, уважение, восхищение, которого вы, безусловно, заслуживаете. Давайте посмотрим с вами еще на колоде светлых провидцев. По-моему, так эта колода называется. Это колода Таро. Но мы с вами уже договорились, что мы с вами используем их как метафорические. Все волшебное и чудесное, безусловно, я и признаю, и всячески приветствую в своей жизни, и вам желаю много чудес. Мы с вами сейчас будем трактовать таким образом. Итак, у нас здесь Туз Мечей. Карта остроумия, карта какой-то уместности, целесообразности. В том деле, в котором вы занимаетесь, вам не будет равных по скорости реакции, по нахождению самых оптимальных решений. Замечательная карта. Давайте еще посмотрим. Давайте спросим у этой замечательной колоды, а вот эта вот карта воды, эмоций, чувств, сферы личной жизни. Что там? Что там вас ждет в ближайшее время? Паш Жезлов. Ну, ждите какого-то озорника. Ждите какого-то ветреного мальчишку, вне зависимости от того, сколько ему будет лет. Это человек, который точно наведет шороху и принесет в вашу жизнь какое-то приятное беспокойство. Если вы, конечно, на такое согласны и рассчитываете. Ну, еще одну карту отсюда возьмем. Четверка кубков. Это карта такого, знаете, взвешивания, ожидания, хорошего такого обдумывания, может быть, какой-то паузы необходимой. Может быть, во всей той круговерсии, которая у вас сейчас образуется в жизни, вы в какой-то момент просто возьмете для себя какой-то тайм-аут, скажете, ребята, все прекрасно, все замечательно, но я сейчас хочу немножко покопаться в себе, поприслушиваться, что из этого всего. Вот мне действительно важно, что я хочу взять себе, от чего я хочу отказаться. То есть карта спокойного, такого взвешенного размышления. Ну и давайте с вами еще в конце попросим ответ у колоды, как раз ответы подсознания. Какая карта вообще ознаменует вот эти вот врывающиеся перемены в вашу вот эту ближайшую жизнь, да, вот прям в течение месяца. Что там такого ждет вас? Вы все-таки найдете какое-то здравое равновесие и баланс. Вам удастся в своей жизни найти оптимальное сочетание активности и действия. Вы сможете опираться на какое-то свое внутреннее ощущение, целесообразность и уместность всего того, что в вашей жизни происходит. Да, вот такой вот прямо обретете дзен. Несмотря на то, что будет очень много активности, да, но даже с той популярностью, которая на вас вот-вот свалится, вам нужно будет как-то очень грамотно справиться, чтобы не растерять себя, да, остаться при своих, что называется. Ну что ж, давайте еще традиционно с вами в конце посмотрим на ресурсы. Какие желания, помимо всего того, что вы услышали сегодня, у вас обязательно исполнится прямо в ближайшее время. Какие желания 100% исполнятся. Ну, это карта взаимной любви, счастья, гармонии, взаимопонимания, может быть, каких-то экстремальных приключений, может быть, приобретение какого-то нового опыта в личных отношениях. Это карта умения находить свой ритм, свое сочетание цветов, опять же, сочетание активности и пассивности, сочетание автономии и совместности. То есть это и карта вкуса, и карта оптимальных решений, карта выбора, карта ощущения своего ритма жизни, который подходит именно вам. И третье желание, которое точно исполнится. Это карта исполнения желания, исполнения мечты. В прямом смысле карта мечта. То, что вы когда-то в каком-то прошлом, недавнем или давнем прошлом вот так вот загадывали, о чем-то грезили, обдумывали какое-то заветное, свое сокровенное самое желание, вот сейчас наступает момент, когда эта ваша мечта, которая когда-то вам казалась совершенно несбыточной, вот-вот притворится в реальность вашей жизни. Итак, друзья, замечательный получился нарративный расклад сегодня. Я желаю, чтобы все, что вам понравилось, из того, что вы услышали, проигралось в вашей жизни максимально лучшим образом. Если вам понравился этот расклад, поставьте, пожалуйста, лайк, дайте обратную связь. Спасибо огромное за ваши донаты. Ну, а я жду вас на следующем раскладе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok